Добрый день дорогие друзья! В этом видео по просьбе многих моих подписчиков я хотел бы провести небольшой обзор распиловочного станка от компании JET, который я приобретал года три назад. Я его покупал за 110 тысяч рублей, сейчас уже этой модели в продаже нет, появилась уже модернизированная такая модель, но в принципе я ознакомился с новой моделью этого станка. Ну, она отличается в частности ножками, которые были выкрашены в черный цвет. Других фундаментальных принципиальных различий этих станков я не увидел. Значит, это модель JET GPS 10 TSL, мощность двигателя 1,5 кВт, в моем случае исполнение 220 вольт. Размер диска 254, 250 мм точнее, 30 мм посадочное отверстие. В настоящий момент продается вот такая пила. Фактически это то же самое. Станок комплектуется двумя расклинивающими ножами. Первый он выглядит вместе с защитным кожухом, как бы таким образом собирается. И расклинивающим устройством, чтобы обратного удара не было. Второй расклинивающий нож у меня установлен уже на станке. Также комплектуется параллельно, точнее не параллельно, а транспортиром-толкателем. Транспортир-толкатель имеет фиксированное положение. Здесь имеется микрорегулировка. Это стопор отодвигается. И можно фиксировать необходимый угол. Своим подписчикам я обещал честный обзор, потому что станок мне, как бы я покупал за свои кровные. Реклама это не является. И по поводу... Давайте остановимся на толкателе-транспортире. Транспортир имеет регулировочные винты для регулировки люфта. 19-миллиметровый паз. Их два здесь в столешнице. Столешница чугунная. Он достаточно свободно перемещается. И вот этими винтами регулируется. У других производителей этот транспортир комплектуется также рейкой, которая через болты здесь крепится. В некоторых случаях даже имеется стопор, где можно пилить уже заготовки уже под размер. Вы, наверное, видели у каких-то конкурентов то же самое и так далее. По поводу этого транспортира. Многие из умельцев, приобретая этот станок, покупают транспортиры, вот эти вот толкатели на Алиэкспресс, где уже более точный. Этот транспортир объективно... Толкатель, транспортир, давайте как удобно. Значит, объективно не точный. Я его пытался настраивать неоднократно. Но в итоге он у меня нашел свое место там специальной ниши. Я его, в принципе, не использую. Пробовал много раз, но лучше каретки, пока никто ничего не придумал. Толкатель хранится вот здесь вот. Тут специальная ниша под станком. И он вот здесь вот удобно размещается. Тут же хранится ключ для замены пильного диска. Вот здесь обозначение, что это транспортир. Сюда же можно нож расклинивающий зафиксировать. Вот в таком положении он находится. Размеры столешницы 112 на 68 сантиметров. Столы, вот эти добавочные, расширительные, они тоже чугунные. Они 30 с половиной сантиметров идут. Их два. Механизм подъема пильного диска реализован таким вот образом. Вот этот штурвал вращается, и пильный диск, соответственно, поднимается. Вот этим барашком, вот этим, фиксируется положение пильного диска. В связи с тем, что все элементы управления расположены в нижней части, я сейчас использую экшн-камеру. Значит, вот здесь вот также есть небольшой рычаг, который также фиксирует положение пильного диска. Если нам необходимо наклонить пильный диск, мы используем вот этот штурвал. При вращении, вот здесь стрелка указывает угол наклона. Давайте вернем его в положение 90 градусов. И зафиксируем. Чтобы получить доступ к внутренней части и замену пильного диска, необходимо здесь повернуть этот рычажок и вытащить вот этот вкладыш. Вкладыш нулевого зазора я не делал. У меня нет необходимости. Обращаем внимание на этот вкладыш. Вот в этих плоскостях он постоянно гнется. Также я вынужден был... Вот эти... Здесь, кстати, на вкладыше есть регулировочные винты, которые регулируют положение его относительно плоскости. Плоскости столешницы. Но здесь есть одно но. В центральной части этот вкладыш прогибается, и решение здесь достаточно было просто. Я просто использовал малярные ленты. Вот эти вот доли миллиметра, вот этот вот прогиб компенсировали. Это тоже я отношу к минусам. К плюсу. Если посмотреть вот сюда более внимательно, Расклинивающий нож очень удобно меняется. И ставится другой. И также быстро фиксируется. Вот это удобно. При замене пильного диска здесь есть специальный флажок. Когда пильный диск полностью выставлен на максимальную высоту, вот этот флажок, он отгибается и фиксирует шпиндель. И после этого можно диск менять и откручивать. Это тоже очень удобно. Гайка одна. Обратите внимание, гайка здесь одна. Распиловочный станок также комплектуется параллельным упором. Но в поставке он как бы поставляется как будто отдельное что-то там вот. Как бы отдельное такое устройство. В отдельной коробке и так далее. У меня маркировка Pro Shop. Типа профессиональная мастерская. Второе поколение. Фиксация осуществляется вот этим эксцентриковым зажимом. Зажимается. Параллельный упор никуда не двигается. В этом месте я немножко нарушил технику безопасности. И однажды подвинул параллельный упор слишком близко к диску. И он у меня вот здесь вот процарапал. Попорцил я здесь параллельный упор. Хотелось бы отметить, что параллельный упор достаточно точный, профессиональный. Держит хорошо. Шкала точная. Если правильно все отрегулировать, а здесь все регулируется вплоть до вот этой вот указателя. Два винта. Можно его как бы юстировать в разные стороны. Таким образом мы получаем точную разметку. Положение параллельного упора под 90 градусов относительно столешницы регулируется вот этими пластиковыми барашками, винтами. Максимальная длина используемая, точнее ширина заготовки согласно шкале 80. Ну 83, но по факту 80. То есть заготовку можно в щит там или в фанеру или другой листовой материал пилить шириной 80 сантиметров. Органы управления достаточно удобно. В некоторых станках я видел, что они не комплектуются вот кнопкой стоп, но эта кнопка крайне удобна, потому что можно в любой момент коленом выключить его. Обращаясь к вопросу системы удаления, системы пыли удаления, значит патрубок, вот у меня подключен к стружкоотсосу, видно, размещен в нижней части станка. Я постараюсь, чтобы видно было, пылеудаление из-под диска сразу идет, а вторая часть вот там вот видно. Я считаю, что это большой-большая недоработка, потому что реализация такая, здесь вопросов нет. Из-под диска то, что вылетает, засасывает хорошо, но из бункера, из бункера, вот здесь вот видно, наверное. Вот эта вот внутренняя полость станка, она полностью забивается опилками. Вот это отверстие внутри, я расширил, убрал все перегородки, то есть, чтобы вам понимать, оно еще и в перегородках вся была, вот это вот отверстие пылеулавливающее. И вот эта часть станка, вот этот бункер внутри, забивался вплоть до кожуха. Это все может попасть к двигателю, хотя это там все вроде изолировано и так далее. Вот здесь даже видно, вот, что вот эта вот часть полностью заполнялся, с его временем не чистить бункер. А чтобы его почистить, нужно открывать вот эти винты, отворачивать полностью, днище снимать, или хотя бы вот эта часть и отгибать днище, и потом все это выковыривать, вытаскивать и так далее. Это главный и существенный минус этого станка. Я говорю открыто, пылеудаление здесь сделано на двойку. Я не знаю, вот той модели, которую сейчас продают, со значком М, решен ли этот вопрос, не решен ли, не могу сказать. Но вот именно в этой модели, без значка М, которую я эксплуатирую уже, по-моему, если не ошибаюсь, года 3 или 4, я точно не помню. Вот этот вопрос, он крайне неудовлетворительно сделан. Теперь к вопросу о том положении станка регулируется. Вот эти ноги достаточно как бы крепкие, как бы крепкие ноги, и чтобы не шатался, вот здесь такими стоечками, болтами М8, вот видно, регулируется его положение. Чтобы не болтыхался, не шатался и так далее, выставляется в уровень. У станка имеется возможность присоединения фрезерного стола. Я его сейчас вам покажу. Я его разместил отдельно. Вот такой вот фрезерный стол без проблем крепится, и фрезер закрепляется вот здесь вот. Ребят, я вам скажу, что вот в маленьких мастерских, может быть, это удобно, но мне было крайне неудобно с ним вот таким образом работать, потому что, во-первых, этот параллельный упор мешает параллельному упору фрезера, потому что этот параллельный упор для работы с фрезером фактически не годится, только для каких-то крайне редких операций. И нужно было делать какие-либо приспособления, которые я на канале своем размещал, вы можете их видеть. Но это не совсем удобно. Лучше любые, как уже показывает практика, любые комбинированные станки, они имеют множество недостатков. Поэтому в этом случае фрезерный стол у меня полностью переехал на автономное, как бы, существование, и здесь ему ничего не мешает, пылеудаление подключено. В любой момент включил кнопочку и запустил, начинаешь работать. В частности, так, ну, толкатель уж само собой, он у всех есть. Здесь, что хотел бы обратить, хотелось бы обратить внимание. Я столешницу снимать не буду, чтобы показать механизмы подъема. Механизмы подъема, механизмы наклона реализованы достаточно хорошо. Мне очень понравилось. Более детально вы можете посмотреть уже на профессиональных обзорах, потому что у меня все-таки больше как кабинный, бытовой обзор, скажем так. Но, в целом, работают исправно. Если вот бункер не забивается, вот отсюда, может быть, видно. Вот он, вот и отверстия, вот винты вот такие. Насколько тут уж видно. В принципе, работают отлично. Здесь у меня нареканий нет по этому поводу. Он не шумный. Я включу вам его. То есть, до приобретения этого станка, я использовал бытовой станок, который продавался в магазине Косторама Эр Бауэр. Но Эр Бауэр визжал так, что можно все уши свои потерять, и слух, и все на свете. Этот же станок работает очень тихо. Качество пиления полностью зависит исключительно от качества используемого диска. Я использовал диски различных брендов. Деволт, метабловские стояли, обычные, простые и так далее. Вот CMT-шные диски, опять же, это не реклама, это мое личное мнение, являются в какой-то степени долгожительными. Я его купил. Единственное, что я периодически вот обезжиривателем вот убираю вот на смолившуюся часть. И все зависит от еще материала. Если сосну пилите постоянно, то у вас постоянно он будет залипать в смоле. В общем и целом, я бы поставил этому станку твердую четверку по пятибалльной шкале, и один балл я вычитаю исключительно из-за пылеудаления. Вычитать, как бы, более негативную оценку давать я не стал, потому что все-таки пылеудаление это не фундаментальная вещь, то есть предназначение, то есть качественное. Но впечатление о станке портит, в принципе. Я еще раз повторюсь, я не знаю, в новой модели это решена ли проблема или нет, но я считаю, что в принципе, как бы, но я считаю, что в принципе это немаловажная деталь, потому что тратить время на то, чтобы вычищать этот бункер, вычищать полностью вот эти вот внутренние полости и беспокоиться о том, что эти опилки могут попасть в двигатель, либо в электрическую часть, это не лучшее, что вот сейчас. Насколько я знаю, что сейчас такой станок стоит около 200 тысяч рублей. Если бы меня спросили, покупал ли я бы такой станок сейчас, я бы вам ответил честно, скорее всего нет. Потому что 200 тысяч рублей, я думаю, это слишком дорого для него. Я думаю, сейчас 150 тысяч, для него это адекватная цена. Почему такая ценовая политика? Ну, здесь уже рассуждать можно много, курс доллара и все такое, но вот мое мнение здесь такое, в этой части. Давайте подытожим. Недостатки, значит. А, еще что я хотел отметить. Вот у вот этого комплекта, который альтернатива этому расклинивающему ножу, здесь катастрофически не хватает верхнего пылеудаления, чтобы патрубок шел, сверху принимал эти опилки. Так вот, я смысла не вижу вот эту штуку ставить, если только какой-то доски прогонять, вот это вот, страховочные ножи, вот это вот, для предотвращения удара обратного. Я этим не пользуюсь. Пару раз я пилил, но не более того, поэтому это я не использую. Здесь не хватает патрубка верхнего. Это можно было бы реализовать. Минусы. Пылеудаление. Вот этот вкладыш слабоватый. Из плюсов. Значит, из плюсов. Чугунная столешница. Это обалденная вещь. Качественная система управления. Второе. Шикарнейший параллельный упор. Адекватные абсолютно механизмы подъема и наклона пильного диска. Ну и внешний вид. Это исключительно на любителя. Еще хотелось бы упомянуть, что шпиндель двигателя, не двигателя, а шпиндель, которым крепится вал шпинделя для циркулярных дисков, имеет возможность использования дисков ДОДО. Но, но есть одно но опять. Вкладыша для дисков ДОДО здесь нет в комплекте. Поэтому нужно будет либо докупать, либо что-то придумывать. И как бы тоже вроде бы такая цена и все такое, но осадочек опять остается. Диски ДОДО купим, а вкладыша нет под диски ДОДО. По крайней мере, у меня в комплекте их точно не было. Ребят, вот я такой кратенький обзор сделал. Я честно сказал про этот станок. Что еще? Пилить на нем не будем. Полно видео, где я на нем пилю что-либо. Но в целом, в принципе, если есть деньги, можно купить, можно посмотреть аналоги и так далее. Но вот мое мнение такое. Сейчас бы, наверное, я бы не стал его покупать. Я бы даже посмотрел другой какой-нибудь станок попроще с асинхронным двигателем. А идеальный вариант, конечно, это станок с распиловочной кареткой. Подвижной кареткой типа мини-форматника. Потому что городить различные каретки, еще что-то, придумывать это что-то, это, знаете, тоже все это колхоз. Да, для контента это приемлемо. Люди любят такие вещи, всякие продвинутые каретки для пиления углов, там еще что-то. Но если вы хотите сделать домашнюю столярную мастерскую и на этом зарабатывать, я считаю, что тратить время на изготовление кареток это не нужно. А лучше купить мини-форматник такой, они сейчас есть и дешевле этого станка, и пользоваться уже готовым заводской решением, которое вам реализуют любые ваши желания, хотелки и так далее. вот мой обзор на этом закончен. Ребят, если нужны обзоры на другие станки, допустим, вот стружка от SOS, гигант так называемый, это бренд от всей инструменты, торцовочная пила метаба, здесь сверлильный станок с вариатором Эйнхел, по-моему называется, джетовский фуганок, деболтовский рейсмус, ленточно-пильный станок от фирмы джет тоже у меня есть, и барабанно-шлифовальный станок, тоже от джета с осцилляцией, что это такое, с чем его едят, я с удовольствием для вас сниму соответствующие ролики, расскажу, покажу, опыт использования и так далее, и так далее, поэтому не теряйтесь, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, всего доброго, всем большое спасибо, до свидания. До свидания.